За Оленьку рада безумно, конечно рада. За Олечку очень рада, она умница, просто вот, ну, как можно не восхищаться тем, что сделал человек? Это просто невозможно, потому что, будучи нормальным, трезвым человеком, видя результаты, которые она сегодня показывает, и весь труд, который за этим стоит, а за этим стоит большой труд, ну, невозможно просто не радоваться и не ценить это. Ольга, Ольга вообще, на самом деле, нет, никогда не хотела бросить так же, как мои друзья, близкие. Ольга вообще всегда мечтала, я-то помню, я помню еще, ну, скажем так, сколько лет-то прошло, уже 12, наверное, 12 лет назад, и даже 13 лет назад, и она мечтала быть певицей. И я помню этот момент, она всегда пела, она даже пробовала, просто, как бы, наверное, времени пришло, и для нее это была ее мечта. Вот если я мечтала всегда быть режиссером, то она всегда мечтала быть певицей, понимаете? И вот я сейчас, допустим, делаю свой проект, где режиссер и продюсер, и ведущая, а она поет, и получит от этого удовольствие, и заряжает огромное количество людей. Вот я считаю, что люди должны делать то, что им хочется сердцем делать. Какая разница, если голос или нет голоса? Вот смотрите, если взять, допустим, попсу, да, допустим, про Дженнифер Лопес тоже говорили. Ой, у нее нет голоса, да, она поет. В Америке, я тогда еще в Америке жила, а, типа, Лопес не поющая, но она при этом очень хорошо танцует, у нее есть драйв, там, поет она, не поет, мяукает, мурлыкает. И она тоже не певица, как Бьонсе, но при этом она нашла свою нишу, при этом она классно двигается, у нее энергетика нереальная, шоу, танцы, поэтому можно развить свой талант при желании. Талант – это 70% труда, а 30, наверное, еще каких-то там от Бога. Конечно, легко пить тому, у кого, не знаю, там уже сразу три октавы и открыл рот, и все, и поешь. Понятно, что таким, как Оля, тяжелее, но тем не менее она держит людей. А давайте еще про, я не знаю, все ли говорят здесь на английском, но, допустим, я вот смотрю интервью, да, интервью я, помню, полгода назад смотрю с Ким Кардашин. Я вот, кстати, для себя открыла ее полгода назад. У Джейла тоже не было поставленного вокала вначале, сейчас она набирается опыта и со временем она чувствует себя, конечно же, гораздо более комфортно. Я открыла для себя Кардашин полгода назад, думаю, дай-ка посмотрю, вот как бы ее интервью интересно. И вот там он сидит на интервью и говорит, а вы знаете, вот у вас же нет таланта, вот а в чем вы уникальная? А так, ну, могу сказать, что для той, у которой нет таланта, я довольно-таки неплохо делаю свои дела. И можно сколько угодно говорить, что есть талант, нет таланта. Поэтому есть люди, которые, может быть, непризнанным талантом, завоевывают весь мир. Надо радоваться за них, и все. И ценить, что они трудяги, что они не сдаются, что они подвергаются огромной критике, при этом продолжают действовать. Вот и все. Разве я не права? Какие дела-то она делает? Она зарабатывает миллионы. Не то, что миллионы, а десятки миллионов. Сама своим трудом. Вот какие она делает дела. У нее компания открытая, которая зарабатывает за несколько часов по 20 миллионов. Вот какие она дела делает. Не каждый бизнесмен такой может честным трудом. Честным, без обмана, без каких-то там левосторонних движений, честным. И когда я уже стала ходить на эти светские мероприятия, значит, сначала такие, ой, ну вообще, кто это такие реалити, люди из реалити, кто это такие. А сегодня, после 12 лет, посмотрите, какие это огромные ниши реалити. От детей до стариков их все знают. Хотят, они, они хотят, но их знают все. Так же, как и Кардашин, они их знают просто вот. Хотят, они, они, они хотят, но их знают все. Так же, как и Кардашин, они их знают просто вот все поколения. От младенцев до стариков. А если, допустим, ты певец или ты, допустим, актер, то получается, что тебя знает только та ниша, которая любит твою музыку. Понимаешь? Поэтому вот это непренебрежение сначала к такому вот, к сегменту реалити, оно как раз-таки вот и показало, и доказало, что нельзя не считаться с этим тоже. Вот значит, там Степа выложил плохой коммент, там Рустам какой-то коммент выложил. Меня, знаете, что удивляет? Люди, у которых не сложилась карьера, как они хотели, им остается единственное, что только ходить и писать гадости про кого-то или говорить эти гадости, ссылаясь на какие-то, допустим, там, желтую прессу.